Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте делать прогноз на неделю. Итак, что ждет людей под знаком зодиака Овен с 29 марта по 4 апреля? Овены, дорогие, вас ждет, знаете как, разрушение чего-либо. Бояться эту карту не стоит. Давайте разбираться, что это может быть. Этому не надо ждать никакого краха, не надо ждать никаких катастроф. Но это будет разрушение, может быть, ваших каких-то взглядов. Вы можете узнать какую-то новую информацию, которая создаст новое ваше мировоззрение, новые ваши взгляды на жизнь. Это может быть что-то... Конечно, да, конечно, это может быть связано с каким-то разочарованием, с какой-то обидой или с тем, что вы поняли, что до этого вы шли не туда и трудились зря на благо чего-либо. Может быть, вы поняли, что просто совершали не те действия, может быть такое. Но не нужно ждать этой, ну, прям как катастрофу в чем-то глобальную. Нет, это может быть совершенно что-то достаточно бытового характера. Это же у нас общий прогноз, да, не индивидуальный. Поэтому понятное дело, что сейчас все овные земли не уволятся с работы, не разведутся с мужьями, не поссорятся с друзьями. Нет, конечно, нет. У всех это обыграется как-то по-своему. Это может быть, знаете, как даже элементарно. То, что вы встретитесь с друзьями, например, обсудите что-то. Может быть, у вас какие-то философские беседы пойдут, может быть, такие чисто житейские, может быть, что-то на психологические темы, да, и вы будете просто обсуждать. И в каком-то разговоре родится истина, и вы поймёте, что, оказывается, бывает и по-другому. Поэтому эта карта может говорить просто о том, что вы откажетесь от каких-то своих предыдущих убеждениях, которые были основаны на чём-то неверном лично для вас. Но башня у нас всегда, когда она выпадает, мы должны помнить о том, что башня — это не полный крах всего, да, это возможность построить что-то новое на руинах прежнего. То есть реально вы откажетесь от чего-то старого и внесёте что-то новое в свою жизнь. И это нормально. Карта совета рекомендует вам прислушиваться к своим истинным ощущениям и к голосу своей души. Вот что важно. Потому что здесь эта карта тоже говорит о разочарованиях, но именно в нашем с вами раскладе, да, и на месте совета. Эта карта, она указывает именно на то, что вы истинно чувствуете и думаете. То есть эта неделя, она даст вам возможность что-то новое в себе открыть. То, что вы уже и так в себе подозревали, то, что уже рвалось наружу. Знаете, как цыплёнок вылупляется из яйца, он уже пробивает, да, эту скорлупу. И вы уже это понимали что-то о себе, какие-то ваши истинные цели, истинные ваши взгляды, то, что является вашей сущностью. И эта карта вам рекомендует прислушиваться именно к голосу своей души, потому что душа, она всегда знает наверняка. Ум может обмануть, а душа всегда знает свою истинную природу. Неделя закончится тем, что вы сможете восстановить абсолютно полностью всё своё душевное равновесие, вам это удастся. Неделя благоприятна. Она вам как бы говорит о том, что всё у вас получится, что всё будет достигнуто, что вы выйдете в плюс в любом случае, да, даже если какие-то, неважно, сильные это будут потрясения или совершенно лёгкие, может быть, наоборот, это будут положительные потрясения для вас, да. И в любом случае вы к концу недели выйдете в абсолютное спокойствие, в душевное равновесие. Вам эта информация даст новый, знаете как, откроет новый путь для вас. Она вам даст энергию дополнительную для того, чтобы вы дальше смогли строить свои планы, дальше жить, ставить какие-то новые цели. Поэтому на первый взгляд может показаться, да, что карты вот эти две негативные, но на самом деле они для вас не несут серьёзной опасности, потому что в итоге у вас всё хорошо. И удачи вам, дорогие мои овны, пусть всё будет хорошо, принимайте мир во всех его проявлениях. Удачи вам! Удачи вам!